Добрый вечер! Выники работы администрации Гомеля по створению новых працеванных мест разглядели на посяжении Гарвы Конкама. Сколько грамадян працевал от Кавана за курс заявления новых вытворчастей и предприемств, типа спевая город за доведенными показчиками. Отказы в материале Ганны Ковалевой. Працевал от Каваць 1265 человек. Такая задача на этот год была поставлена перед керавництвом Гомеля. В Красовику прогнозную лечбу повысили еще на 900. Выконать распоряджение Совета Министра у Гомельского обл. В Канкама плановалось у большей ступени за кошт створения новых предприемств и вытворчастей. Так, за первые погоды в 2016-х было створено 1400 працеванных мест. В Дымлику 830 на девочих предприемствах и 600 на новых. В вынику прогнозных показчиков был перевыконан больше на 30%. На многих предприятиях крупных проводятся оптимизации, проводятся сокращения. Это не секрет. Поэтому задача органов власти создавать условия для того, чтобы создавались новые рабочие места. Но это в большинстве своем субъекты малого и среднего предпринимательства, которые с чистого листа, как говорится, создают предприятия. Ну и, соответственно, те люди, которые будут оптимизированы, скажем, на предприятиях, они могли себе найти новые рабочие места. Как это пытание выращается у кожным с районов областного центра у особенностей, обмерковали на посяжении гомельского гарвы Конкама. Свои справоздачи представили керавники районных администраций. В целом план выконвается. Неодренную лепту, уагульную скорбонку все лето принесли замежные проекты. Так, каля 600 працеванных мест, заявится у Гомеля на новой вытворчасти мэбли, якую рыхтует до открытия польский инвестор. Активная работа ведется и с субъектами индивидуального предпринимательства. Что месяц до десяти человек отрымливают подтримку в выгляде субсидой для открытия своего бизнесу. Радуя и то, что механизм отрымания грошовой допомоги для будущих предпринимательств стал больше прозристым. Неправомирно скоростаться такой махчимостью складана, и порушальника у закона сяродка этой категоры грамадян стало меньше. У целом узровень беспрацовья у Гомеля зараз складает 1,1%. Практично такие шпакашки надзираются и по области у целом. Краху высшая беспрацовья у инших областных центрах краины. Мы прогнозируем, что она будет стабильна до октябра месяца. Погноз наш такой. Дальше будем изучать ситуацию и контролировать. Проводится огромная работа с нанимателями, и причем она мониторинг проводится ежедневно. На посаджении Гарваканкама был приняты широк грошенню. В первую очередь больше активно наладить працу субъектами малого и среднего бизнеса, чтобы выявить приоритетное для створения новых працовных мест на прамке. Управлению по праце, занятостей и социальной обороне Гарваканкама доручено протягнуть консультационную работу с насильництвом, а кроме того активизовать навучение основам предпринимательской деятельности. А в выниках выполнения этих доручений отказные обовязанные будут доложить уже 20 дневня. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телереду, компания «Гомель». Все лето на Гомельшине споживецкие товарысты плановят нарыхтовать свыше 650 тонн лесных ягод. У насильництва уже закуплено каля 415 тонн, что значно большим за аналогичный период минулого года. Як продукция проходит проверку на якость, доведауся Дмитрий Котов. Ургию не протягивается активная заготовка даров лесу у насильництва. С этой метой денежная каля 160 приемных пунктов у их лику 25 пересоуных. Так само организована работа разъязных сезонных нарыхтовщиков. Все лето их 140. Закупают продукцию и сельские магазины. Продукция, которая закупается в населении, автоматически часть продукции реализуется в собственной торговой сети. Часть, скажем так, если это говорить о чернике, она замораживается для последующей отгрузки на экспорт или другая какая-то продукция. Часть временно хранится на складах предприятий. Головная задача – строго выконать умовы захования продукции. На складе центрального рынка у Гомеля специальное обсталевание дозволяя подтримливать оптимальный температурный режим – плюс 8-10 градусов. Однако перед тем, как продукция поступает от насильництва в гандлевую сетку и сховещи, и она проходит строгий контроль на якость. Кожную парту проверяют деталево. Усяго процедура займает до 10 хвилин. После чего дается дозвол на продаж. С превышением ЦЗ-137 у нас попадаются продукты, такие как грибы лесные, ягоды лесные. Мы не выпускаем такую продукцию на рынок. Значит, по заключению измерения и проверки, на радионуклиды ЦЗ-137 нитраты и качество выдается талон на право продажи. Цена на продукцию залежит от попыту. Например, черницы могут каштовать от 17 до 21 тысячи недоминованных рублев за килограмм. В каждом торговом предприятии, приемо-заготовительном пункте, есть информация о закупочных ценах, о предъявляемой к продукции требованиям. Также мы широко информируем через средства массовой информации, скажем так, о ценах и о местах размещения приемо-заготовительных пунктов. Усягой селета плануется нарыхтовать коля 650 тонн дикорослой продукции. Зараз задание выконано больше, чем на полову. Урожайность шарниц в этом сезоне высокая, заготовлена 420 тонн. Это больше, чем летость на 22%. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». С первых ажни у него в Беларуси повысятся померы допомоги по доглядю за дитяцей во взрослении до трех годов. Нагадаемо, в прошлый раз эта выплата увеличивалась по годы тому. Все подробности в черговом выпуске экономической доведки. Так само в программе информация об тем, как открыть властную гражданскую дзибу. Специалисты расскажутся об потребных документах, и тем можно в этой справе различовать на тримание державных субсидов и банковских кредитов. А кроме того, глядашов чекает анализ цен на дачные рослины на гомельских рынках. Глядите программу сегодня, одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь» Шатыры Гомель. Судовная летняя пора является наибольшь травма небеспечным часом года для детей. Сярод наибольшь распаусюдженных причин дитячого травматизму, выпадение звукнов с москитными сетками, купание без нагляду дорослых, глытание дробных предметов, утымлику новых монет. Часом цена таких дитячих забав – хирургичное вмешание. Про то, как застерахчим малых от небеспечной теканности, я ес умных наступствов, репортаж Вероники Ворошилины. Полтора годовала и Настя зрычится у своим невеликим житти, что называется, пережила другое нараджение. Увы, не купадение с пятого поверха девчонка отрымала сурвезные пошкоджения легкого и складанный перерлом стягна. Однако на шасси засталась оживая. Как вырытовать немауля, урачи Гомельской областной клиничной больницы провели широк складанных хирургичных манипуляций. И зараз девчонка поступала иди на поправку. Побрач с маленькой Настей знаходится и ее бабуля Светланы Миколаевны, яка не на крок не доходить от своей внучки. Той день она вспоминает с жахом, кажа мать отвернулась от дитя у сего на пару хвилин. Однако этого было достаточно, чтобы крыху не стратить на зауседы самое дорогое и каштонное. Сын життя у всей семьи. Папа пошел в магазин, закрыл все окна, забыл закрыть в спальне. Она сходила в туалет, мама понесла горшок. Котенок запрыгнул на подоконнике, она за ним. Там окошко было открыто, и она на москитную сетку. И все, она улетела на ней. Это наше счастье, что там кустяки еще были. И она на кусты. Додин и выпадок не один, ка выпадения детей с в окна с москитными сетками по-ранейшему заявляется одной из наибольших расповсюженных причин детячего травматизма. В целом, как не парадоксально, это гучить выпадки пераломов конечностей у детей. У летний час фиксуются на ватчастей, чему зимово перейд гололедов. Травматолога-ортопедичное отделение Гомельской областной клиничной больницы фактично что дня пополняются новыми пациентами во взрослые от 6 месяцев до 16-ти годов. После частей на больничной ложке детей приводят празмерно-рухомые гульни, которые ладятся в местах для этого за всем непризначенных и наводвельми небеспечных. Усямове оно и безнаглядность сбоку батьков. Все прекрасно понимают, что дети – это неуправляемый механизм, конечно, но постоянная бдительность, постоянное наблюдение за своим ребенком в первую очередь предупреждает эти травмы. Во-вторых, всегда нужно знать, куда идет твой ребенок и быть начеку, иметь полную информацию о том, где он гуляет, с кем гуляет и когда будет дома. Небеспеку для самых маленьких уявляют дробные детали цацак, гузики, одарваные дадзене и наводновые монеты. Малые познают цвет на смак, а значит, могут их не только попробовать, а и проглынуть. Часом цена таких детячих забав хирургична в мешане. Проглынутая монета не так небеспечна, как, например, батарейка, которая приводит до мощного электрохимичного опеку внутренних органов. Али и она может нести серьезные наступствы. Как их посбегнуть, необходимо сразу неоткладно развернуться до урача, а лепш подобного не доводить. И постараться, как копейки, как и иншие дробные предметы, не трапляли у руки детям. Телеведучая телерадиокампания Гомель, шмодетная мать и Марина Северьянова, зараз выховывая троих детей и за все депильно сочи затым, как кожному их организовать беспешное детинство. Мы купили специальные ручки с замочками. Я окна закрываю, то есть я его открыла, помыла или посмотрела сама, закрыла сразу же, защелкнула, и ребенок не откроет его уже никогда. И оставить тут я его могу совершенно спокойно. Ну, конечно, еще один фактор – это плита. Поэтому, когда я готовлю есть, то стараюсь, чтобы заняты были задние комфорки, чтобы ребенок не обжегся, не опрокинул на себя кипяток. Ну, еще пару мелочей – это лекарства. Мы ставим как можно выше. Ребенок точно не дотянется. Также высоко в соответствующих помещениях у нас хранится и бытовая химия. Ну, и желаем родителям всем того же, чтобы они всякими мелкими своими заботами, ежедневными, но совсем не хитрыми, берегли жизнь и здоровье своих малышей. У летней пирыет не варто забывать и про беспеку детей на воде. Бестурботность тут у одной мгне не может обернуться трагеды. Дети повинны плавать у специально обсталеванных для этого местах, у так званых лягушатниках, где глубиня не превышает 60 сантиметров. Что самое галонное, водные процедуры неполнолетних обовязково повинны проходить под пильным наглядом дорослых. Если вдруг выявляется или обнаруживается ребенок, который пришел самостоятельно, либо родители где-то зазевались, такого ребенка вычисляем, приводим к родителям, проводим разъяснительную работу, вручаем памятку. Административного реча у нас нет, но мы морально подходим, вежливо, тактично объясняем о неправоте и недопущении таких проступков. Безумовно нешчастный выпадок, как и любую хворобу, левш попередить. Однако, если неприемного инциденту побегнуть не удалось, треба, как мога худше выкликать худкую допомогу, альбо 200 детей в больницу. Не гублять ни хвилины, как трапить у руки специалистов для оказания квалификованной допомоги. Так само варто памятать, что неправильно оказанная первая допомога может нашкодить. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадоакомпания «Гомель». Нагадаем, что у «Гомеля» с первого дня вспынится оказание послуги проводного радиовершания. С наступного месяца прием отповедных платежов проводится не будет. Отмог от проводного вершания в Беларуси – планомерный процесс. Ранее оно вспынило работу в районных центрах и сельской мясовости. Зараз подошла чарга областных центров. Причиной отключения стало тое, что сама технология, передачи, даденных таким способом, состарела и уже не подлегая модернизации. До того же, при великой колькости сучастных махчимостей отримания информации снизилась запотребованность послуги у насильництва. Радиослушатели, для того, чтобы не потерять передачи первого национального канала беларуского радио, они могут использовать передачи, которые транслируются в эфире, используя радиоприемник либо в УКВ-диапазоне, либо в АФМ-диапазоне. Как вядомо, одной из основных функций проводного радио было повершение людей в выпадку надзвычайной ситуации. Зараз же для охудки их поведомлений уяснуюсь больше сучасные способы. Система повершения включает усе махчимые каналы сувязи, гэта и телебачення, и радиовершання, и рассылання СМС. Упершыню за 350 годов частица Мошел святого великомученика Пантелеймона покинет место своего постоянного знаходжения Кафедральный собор итальянского города Джерача. По благословению святейшего патриарха Московского и усея Руси Кирыла святыню самолетом доставят в Минск, откуда сразу перевозят в Гомельский Кафедральный собор. Сустракатия в городе над Сожем будут с первого жнивня у 22 годины. Внутри каучэга, який на час передадутся у Гомель, заховывается костка перед плечо святого, загорнутая у шалковую тканину. По историчных звездках усе свое житё Пантелеймон провёл у старожитном городе Некомедзии. Лячил людей, прычым рабил гэта бесплатно. За свою веру был замученный покаран и смертью. Однако наводзар распратягивая выратовывать верников от хвороб. Люди по традиции к нему обращаются с тем, чтобы получить какие-то исцеления от своих болезней. Я знаю одного батюшку, лично я сам этих чудес не видел, но я знаю одного батюшка, который прямо рассказывал, когда привозили к нему частичку мощей святителя Пантелеймона. Значит, женщина, пришедшая в болезни, прямо, по-моему, на костылях он даже говорил, что, приложившись, у неё произошло именно исцеление в этот момент, и она оставила всё, чем пришла, с костылями, и ушла уже на своих ножках. Приклассився до святыни у Гомеля можно будет с 1 по 12 жнивня с 7-х один ранец до 10 вечера. Для зручности прихожану в этой пире на площади Ленина организуют шасовую автомобильную стоянку. В передопошный день с находжением мощи у Гомеля в день памяти про подобные манефы Гомельской у Свято-Петропавловским соборы отбудется босская литургия. Ее означает патриаршик Зархусия Беларуси митрополит Павел. На этом выпуске завершенный. У студии працевал Александр Гомеля. Добрых вам новинов и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин